Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Судный день Об этом люди часто говорят, что закончится жизнь и человек предстанет перед судом Господним Но в этой жизни или там в какой-то он предстанет перед судом Господним А как это в психике? Наступит судный день А в психике ты сам пред собой предстаёшь Да, в принципе, когда я смотрю он же наступает с завидной периодичностью в какие-то моменты жизни. Да. И даже механизм можно расписать, как он наступает. По сути дела, если брать сам механизм, есть у человека эго. Вот оно надувается, надувается, и неважно, оно начало надуваться на лжи, на лени, на попытки быть важным, быть значимым, на власти. На желании там кем-то командовать, управлять, манипулировать и так далее. Но в любом случае это пустота. Это не совершение тех действий, которые приносят радость. Ты пришел в рай для того, чтобы совершать действия, которые приносят тебе радость и счастье. А ты вместо этого занимаешься какой-то херней. По сути, эта херня пустая. Пустая, да. Пустотой занимаешься. Ты занимаешься пустотой. Вот эта пустота начинает раздуваться. И она раздувается. И дальше программа ума, это структура эго. И дальше программа ума создает ситуацию, когда и эта пустота взрывается. Взрывается, при этом выделяется очень много эмоций. Эмоции злости, обиды, раздражения. Все плохие, там все козлы, там понеслось, да. Вот эмоция выплескивается наружу, наружные зеркала, в ответ, вовнутрь, в эту пустоту. Это так, как в вакууме, и хлынула грязь эмоциональная, снаружного уже. Она заполняет эту пустоту, и человек потом в этом говне варится. И ему надо это говно тогда осознать, перепрожить, вывести в благодарность. А иначе в нем оно остается. Оно остается и накапливается нормальным, как в сливном колодце, канализацией. И вот они, основа болезней. Вот они, основа травм. Вот они, основа, вот она, основа сюжетов, которые в дальнейшем уже будут сформироваться с учетом того, что у тебя есть вот эта вот навозная куча. А ведь никто не учит ее разгребать. И тогда получается, что, по сути дела, первый помощник судного дня это наша эля. На самом деле так, да. И если ты им не управляешь, этот процесс происходит неуправляемо. И заметь, а сколько людей сейчас им управляют? Угу. Если посмотреть, что сейчас происходит в мире, да, то происходит полное безумие. Полное безумие. И все это безумие, оно сейчас просто вот вылазит на поверхность. Да. И ты видишь, как пена. Как пена морская, да, такая поднялась. и она накипь. Угу. Картошечка закипела или суп гороховый закипел, да, пенка сверху. Надо быстренько-быстренько снимать. Говно поплыло, да. Но это факт. Это то, что сейчас происходит. И ты наблюдаешь в обществе это. Потому что люди этот процесс не осознают. Но при этом ты видишь, как раздувается пустота, важность. Я крутой, я важный. Без меня все погибнут. без меня ничего не получится, да. Но я, ну возьми артистов тех же, которые сейчас понтово уезжали, там покидали Россию. Ну вот важный. Потом так эго лопается и и обляпал все. И пошли эмоции в тебя заливаться. Зачем тебе это надо было? Ты просто не осознавал этот процесс. Да, я вижу, знаешь, как человек вот в этом растущем эго, да, он так надувается, раздувается, раздувается, а потом в какой-то момент лопается, да, и у человека так завал, просто завал, знаешь, как в яму. И в эту яму наливается куча дерьма. И потом подняться из этой ямы, это надо все это вывести в благодарность. А вместо этого, вместо благодарности у человека что идет? Бульки, обида, вина, а не меня там то, а не меня там это. И пошло вариться, все, котел кипит, вот вошадский котел. Да, вот оно уже, как это слово, говно, да, оно начинает кипеть, 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 все, вот оно действительно. Человек этого не видит, не осознает, это прямое разрушение физического тела и физического здоровья. Процесс психический, а разрушение здоровья физического. Все соединено воедино. И самое интересное, что в этом процессе, просто сейчас смотришь, он, это безумие, он идет, все скелеты из шкафов у человека вываливаются, человек предстает перед собой, как агония какая-то. И наблюдаешь эту агонию в мире, настолько реальности не совпадают у людей. Одна и та же информация, она вот в разных вариантах, россыпью просто бриллиантовой, оттенками игровыми, световыми, вот это видит ее так, а это так, а это так, а это так. И где правда, а нигде неправда. Королевство кривых зеркал. Алиса в стране чудес. Чудес, да. Невероятно. Мы сейчас в такое время невероятное живем. И это все обеспечивается быстрым течением времени сейчас. Сейчас так ускорение идет. И вот на этом ускорении как сжимается время. Так правильно? Так идет же сжатие. Идет отжатие информации. Отжатие. Да, именно так. И если информация не будет осознанно, это перезагрузка. Уже процесс отжатия идет. И он уже не один год на самом деле идет. Просто сейчас уже ускорение достигло максимальной скорости. И безумие достигло просто полоумного состояния. Смотришь на это и понимаешь, этот мир сошел с ума. И тогда ценишь разум. И тогда ценишь наличие разума. Если он где-то, где-то там просветами промелькнул. Вопрос, где он промелькнул просветами. Джессика. Красивая это у нас собака. Все начинается с Эго. Но здесь же и ум играет большое значение. то есть он напрямую связан с интеллектом человека, с развитием человека. И ум же, ведь ум же и подбрасывает идеи. Он как этот из интеллекта, из развития человека, исходя из этого, ум как подбрасывает в котел приправки. И котел начинает, вот Эго начинает оно раздуваться, раздуваться. И ум же лопает Эго. Да. Ум же пробивает это. Шарик лопнул. При этом, смотри, эта работа действительно программа ума в автоматическом режиме. Конечно. Но если у человека есть интеллект, если у него есть разум, ну ладно разума нет, хотя бы интеллект, он может этот процесс остановить. Может. Он может его наблюдать. И он может сказать себе стоп, что я делаю. Вот это стоп, это вообще святое стоп. Стоп, что я делаю. И начать задумываться, наблюдать и осознавать, менять. Но это бывает очень редко. В основном человек садится на эмоцию, а эмоция, она будет прикреплена к какому-то из состояний. Состояние жадности. Вот помнишь, как на даче? Это наша дорога. Наша дорога. Значит, все. Вы все служите нам. Ты к этой дороге не имеешь никакого отношения. Неразумно даже говорить. Неразумно даже говорить. Со стороны смотришь на человека и понимаешь, что у него с головой не все в порядке. Понимаешь? А человек же этого не замечает. не замечает. И при этом он не замечает, что если бы каждый из тех количества кооперативов каждый кусок дороги называл своим, то никто бы не мог ездить, как у тех ребят, что забором перегородили. Вот сейчас вот эта фаза безумия, она достигает просто невероятных размеров. Ты смотришь на это и понимаешь, либо человек научится говорить себе стоп и трезво смотреть на себя. Но тут опять-таки слово трезво очень даже уместно. Потому что заметь, очень сильно неадекватное поведение сейчас свойственно людям от среднего возраста и старше. А знаешь, почему? Потому что есть тема, о которой никто не говорит. Она считается постыдной. Это тихое пьянство. У нас же нормально считается ребенку налить на Новый год шампанского. Пускай попробуют в семье или венца. Даже не задумывается. А потом я же зарабатываю деньги, почему я не могу пиво попить в пятницу или дома хрякнуть 100 грамм водочки в субботу. Я уже к понедельнику буду огурцом. И на самом деле, когда смотришь на этих огурцов, я могу просто привести пример. дом, где мы покупали самую первую квартиру нашу. Здесь сейчас Лова живет. Там же все соседи были. И известные люди. И дом такой был хороший. Министерские работники, должности все были высокие, чиновничьи. Посмотри, посмотри, тихое пьянство, оно уничтожило людей за 50. И ты знаешь почему? Потому что когда они уходили на пенсию, у них не было своего интереса. Они уходили из должностей, у них крутые пенсии, они могут себе позволить покупать алкоголь какой хочешь. Представляешь, то есть интеллекта хватило только на это. Представляешь? Да. Чтобы хватило на алкоголь. Все. Вот тебе, пожалуйста, это когда человек не на своем месте, не с интересом, а просто робот-автомат, который на раздутом эго валит. Те квартиры, которые были проданы, куда поселилась молодежь, там нету сейчас пьянства. А те квартиры, которые, вот они зависли, там видно сразу. Там видно сразу. Там идет деградация. И при этом это не те люди, которые там валяются в кустах, где-то, кого надо лечить, кодировать, возить и так далее. Нет совсем. Но это полная деградация. И в них и злость, да? И злость, и ненависть, и зависть. Там все подряд. Там все чернушное. И процесс старения идет очень быстро. То есть, когда смотришь на лица, там на все, ты видишь, что быстро стареет. Скорее всего, даже молодежь, которая у них, она быстро стареющая. Потому что съедается. Съедается ресурс. Так, понимаешь, на самом деле эту ситуацию исправить можно. Просто человек не нужен сам себе. Когда он это осознает, и когда его учить надо этому, да, это чистить психику и учить его надо. О том, что, подожди, вот ты придешь там к возрасту, когда тебе стукнет за 50, да, и ты уже не нужен будешь там на госслужбе. Или ты там не будешь, там же и рабочих у нас много жило, ты не будешь нужен на наемной работе, да, займись своим делом, открой свой бизнес, проявляйся. У тебя еще длинная жизнь впереди. Хочешь быть здоровым? Занимайся своим делом. Потому что, если ты себе не нужен, ты никому не нужен. И тогда у тебя нет своего дела, и тогда единственное, что тебе остается, это портить жизнь своим детям и бухать. все, на этом жизнь заканчивается. И тогда держатся до последнего и остаются в ресурсе те, кто родил детей под 50. Вот у тех все нормально. У них ресурс еще продлен на 20 лет. Да, да. Потому что им надо заботиться и вырастить детей. У них есть, знаешь, смысл. И это тоже та точка, на которой... Или даже не смысл, а знаешь, как им не надо думать, что ему готов... У него есть ребенок, да, у него уже прописано. У него игра. Да, игра есть. У него игра есть в ребенка. Понимаешь? И тогда тоже, тогда медицине надо ориентировать на то, что хотите быть молодыми и здоровыми, рожайте. После 40. Для этого медицина должна это осознавать. Ну да, вместо того, чтобы нам на нее синтезы направлять. А не выполнять, что прописано в старых книгах, так и дальше пишется. Понимаешь? Так и несется дальше. То есть уже после 40 женщина не должна быть старородящей. Она должна быть молодухой, которая ржает ребенка. И этот ребенок продлевает жизнь ей, мужу. Как минимум двадцатка сразу сверху ложится. Потому что у тебя уже есть чем заниматься. Тебе не надо в тихо рабухать. И от этого здоровье напрямую зависит. Напрямую. Потому что человек занят. У него есть занятия. Вот демографический кризис. Нету демографического кризиса. Да. А человек в возрасте боится рожать. А как же я потом буду на пенсии? А на что ж я его выращу? Вот ты вырастешь. Но здесь тогда надо решать вопрос все-таки бизнеса. Чтобы человек мог открыть семейный бизнес после 50 в легкой форме. Мы опять к этому приходим. Замкнутый круг. То есть это надо потому что это залог здоровья. Хочешь иметь здоровую нацию? Значит заставить человека работать осознанно до 70 лет минимум. Это тот минимум который уже есть. А когда начнется этот процесс то до 80 лет а потом до 90 лет. Эту планочку надо двигать туда. Человек должен работать. И при этом предложить человеку размножаться в возрасте. Не ограничивай его. Не ставь рамки. И все вот оно долголетие. Если разумно все составлять то оно на самом деле все очень выстраивается красиво. И тогда и тогда и очень много болезней уходит. И развитие идет по-другому. И деградация останавливается. Да. И долголетие появляется. Все появляется. И интерес появляется. И тогда не надо стратить столько денег на строительство тех же поликлиник. На самом деле я вот смотрю только у нас в районе вот уже вторую поликлинику строят. Потому что первая огромная шикарная поликлиника оборудованная. И сейчас еще одна строится. Потому что люди болеют. Я понимаю что государство видит что люди болеют. Оно вкладывает деньги для того чтобы они лечились. ну блин они болезнь же это деградация. Это показатель грязи. Это показатель грязи психики. Это показатель грязи подсознания. Если больных становится все больше и больше значит пошла деградация. Все. Это общество идет на самоуничтожение. в здоровом даже слова в здоровом обществе нет болезней. Так и есть. Тогда идет рост. А если болезней становится больше и больше все у нас скручивает мы валиваемся в перезагрузочку. И наше поколение следующее будет еще более больным. Еще более. И игра уже для них предложена в виде множества поликлиник. И они уже растут с этими картинками. Они уже с детства играют в это. Много поликлиник и надо много есть надо ходить. И при этом доктора тоже выполняют ограниченные то есть знаешь как не не продвигается свежесть мышление свежесть то есть не продвигается разум а продолжает штамповать ум что значит 35 лет все это старородящие или там 30 уже даже еще может и сужается кстати запросто. То есть вот оно не развитие деградации даже в этом. Или как шкала есть оценки детей по какой должен быть средний вес какой средний рост и если ребенок выше да а вес не соответствует все это не соответствие а ты смотришь на ребенка он красив и гармоничен а тебе пишут уже что не хватает веса ну так люди для чего вам глаза для чего мозги вы же видите здорово и будет ребенок при этом здорово вы же видите здорово гармонично зачем же вы пишете там его в рамки засовываете вот оно и мамки которые тоже не соображают начинают ой да не хватает начинают подпитывать этого ребенка пошла болеть вот оно игры 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 все из-за ограничений и непозволения заглянуть за рамки а теперь смотри вот когда начинается вот этот вот хаос информационный хаос когда информации такое количество если раньше например потому как растить ребенка была одна медицинская энциклопедия дома и у тебя больше ничего не было и ты опирался на свою интуицию и на эту медицинскую энциклопедию то сегодня информации в интернете какой хочешь найдешь просто завал информации и у человека хаос он не знает кому доверять о себе он не верит себя он не слышит он от себя ушел и теперь вот на этот хаос наложи уважаемые авторитетные люди это вот недавно фотографию показывали там какой-то из военного отдела высокопоставленный чиновник НАТО еще там со вторым и оба стоят мужики в юбках с накрашенными губами и все они оба заявили о смене пола ребята но это психбольные люди и при этом у них должности то есть звание авторитетные авторитетные но это все и все вот это все валится в голову авторитетный человек он уже в юбке ходит значит это нормально это нормально и пошла толерантность это слово не могу и пошла толерантность гулять люди какая-то думайте это же болезнь смотри а сейчас даже мода совершить каминг-аут это выйти и публично заявить о своей сексуальной ориентации нетрадиционной и вот там спортсмены известные личности артисты то есть это приветствуется сейчас это модно сейчас представляешь модно представляешь и даже если у человека были сомнения там если у мужиков ладно была ситуация жесткого там где-то насилия и неважно было оно сексуальным или несексуальным но оно сломало психику и оно может вывернуться в дальнейшем развитием гомосексуализма то у женщин если у нее не было сексуального опыта или даже если он был это можно остановить этот процесс просто через осознание и она будет гетеросексуальной и она будет нормальной но как только каминг-аут все пошло я играю в эту игру дура ты просто да мало того смотри это же еще что я таким образом ой молодежь тоже да ой я таким образом буду заметный да вот в соцсети ой подписчиков там себе да и начинает подросток или там постарше начинает поначалу играть эту роль чтобы привлечь к себе внимание да и потом постепенно не замечает как где-то откуда-то предложение где-то что-то ну такое да и он начинает уже он не замечает что он уже не играет сам а он уже полностью проживает это все и это настолько очевидно на самом деле ты классную тему затронул а ведь это эго эго конечно в чистом виде эго и в чистом виде пустота да вот она прямо чтобы реализоваться вместо того чтобы ты проявился ты поганец пришел в ад не в ад в рай в рай играть а сделать из него ад ты пришел в рай а все да 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 и вот эту пустоту вместо того чтобы проявиться показать я сияю во мне свет ты так мне здесь неинтересно бог меня не обслужил меня не полюбил он виноват мозгов нет это деградации сознания деградации это рассыпание сознания это сознание человека рассыпается по уровням то в животное то в морского обитателя то в насекомого после насекомого смена тела потом будешь ты вот такой собачкой хорошо если собачкой там же идет обвал на рассыпание там ты в камень можешь лететь это как в игре вот в компьютерной игре да ты идешь идешь набираешь очки бонусы варишь а потом в какой-то момент и в ноль и в ноль да и потом кстати обвал да вот этот ноль и может быть такое даже чувство когда ничего не хочу вот оно прям четко зависание сознания так а нирвана как помнишь мы в эти нирванные состояния ходили было же интересно нирвана нирвана ты можешь у тебя точка выбора есть всегда ты можешь в жизнь а можешь в нирвана пожалуйста зайди в нирвана зайди посмотри ты прочувствуй один раз что это такое ты будешь стонать вспоминать и боль от потери жизни тянущая не отключаяся и безысходность и безысходность и лучик надежды что авось когда-нибудь когда-нибудь я снова вернусь туда надежда все это только одно вот это вот маленькие лучи которые надежды которые тебя вот просто удерживает знаешь как на плаву и тогда ты согласен чтобы вернуться в жизнь ты согласен быть и песчинкой и камнем и чем угодно с чего угодно начать да только пусти растением мурашкой что угодно только войти в этот только зацепиться за этот мир за жизнь за жизнь только зацепиться за жизнь и тогда насколько возрастает ценность жизни а тут ты умеешь не только жизнь ты имеешь человеческое тело и ты не ценишь тело ты не ценишь жизнь ты не ценишь ты не осознаешь в себе Бога потому что ты его вынес ты ходишь в туалет под себя ты ходишь в туалет под себя а кто учит входить в туалет под себя ну религия конечно вот оно вселенское зло маскарад да но включи разум человек нет не включает спи засыпает потому что очень хочется ничего не делать а быть под тебе скажут у тебя время еды и пошел к еде скажут время сна пошел то есть ну вот оно засыпание засыпание дремучий лес кстати вот эти состояния сознания когда мы дошли до дремучего леса да невероятно все сказки вспомнились все но на самом деле как мы к сказкам на самом деле мы последнее время очень много приходим по итогу что в сказках просто шифр шифр мудрости да мудрость именно в русских народных а смотри как продумано ведь как четко продумано ведь действительно вот по сути своей библии она переписана тоже в ней она действительно была там истина была да а смотри благодаря тому что вот библия это переписывается потому что ну как бы взрослым попадает да а благодаря тому что те же знания но были вложены в сказке то есть смотри как мудро как проложено через детское сознание чистенькое через сказки да мы даже умудрились тоже исказить да какой-нибудь ганс христиан андерс да да но все равно через сказки вот такие настоящие там такая мудрость она именно где так протекает эти сказки читать бы взрослым и думать а взрослый говорит это сказка взрослые с ума берет видишь он же не чувствами берет а дети чувствуют а дети чувствуют и потом у них видишь как за сказки кстати очень хорошо осознание цепляется когда информацию получаешь так хована и за сказку цепляется это очень хороший коннект с реальностью детям надо читать сказки именно русские народные опять-таки старые сказки в них мудрость заложена в них красивая тонкая музыка мудрость да когда разум говорил не эго и не ум не ум из ограниченности ум из ограниченности вон из травматизма она создавала что читать невозможно против грим из травматизма из травматизма да нету разума была программа ума и был травматизм вот и получается и потом детям в школе а смотри а уживить да а уживить цепляется за какие-нибудь вот такие штучки и пошло уже отклонение и пошло отклонение распространение вирусной инфекции да да искажение блин что человеку интересно вот куда он направляет свое внимание если мы смотрим через призму эго когда отключен разум куда он будет смотреть он будет смотреть на страдания на разрушения на войны на убийства на катастрофы на вот это ты посмотри новость к чему привлекают внимание сюжеты негативные возьми певцов вот включи просто по дороге я знаю что ты ездишь без музыки без радио без ничего а ты включи послушай авторадио то же самое послушай о чем поют певцы я страдала и застрадала а он меня кинул именно поэтому я не слушаю или я вышла из тюрьмы и ты меня ждала не хочу слушать шансон или еще что-то да да все оно просто в мозгу когда я еду с мужем он любит я прошу его сделать потише но бывает что вот просто ну сидишь и я в какой-то момент говорю ну я неужели ты не чувствуешь как идет загруз как идет вот просто знаешь как шумы такие по голове когда стирается все твое и полностью заливается заливается как помехи вот помехи мусор а человек едет и пропивает как мантру это дело да как мантру и эта мантра она всегда в страдании на стройке идет на страдании покажите хоть одну песню которая была искренне вот искренней про любовь про чистую открытую про вот эти состояния счастья даже если счастливую песню взять то это все подналивай да то есть да как не возьмешь ну не знаю может я мало слушаю да моя еда такая вся да много чего вот просто даже да вот обратить внимание на самом деле вот люди же ведь слушают это я вот не слушаю да а ведь на самом деле народ слушает постоянно музыку постоянно постоянно а молодежь так вообще все время как моя дочка тоже она все время слушает слушает а если вот внимание направить именно что я слушаю да а суть того что они поют смысл что мне сейчас загружается в голову да вот суть вот этой песни а тут вдруг раз у тебя в этот момент какие-то неприятности да и эта песня так ложит и ты прямо так стонешь эту песню прям как она прям по душе про одиночество я одинокая ты не понимаешь ты полностью настраиваешься на эту частоту как радио как волна и ты и ты укрепляешься в этом состоянии там я там страдаю одинокая да ну а тебе страдай еще больше да подсознание пожалуйста твой запрос и ты от него как только легло тебя на чувство все подсознание тут же юху играем нравится это ну не вопрос а загрузка идет я вот пробовала отфильтровать хоть одну песню счастливую я не знаю таких может мне не повезло не звучали в это время нет они есть песни которые такие приятно слушать они детские ну детские вообще класс есть есть такие да песни но только тогда когда ты слушаешь вот просто знаешь по поверхности но если ты их начнешь тоже слушать постоянно 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 они обязательно ты все равно обязательно нырнешь в глубину вместе с ними то есть ты попадешь на их волну на их частоту а если ты просто вот легко иногда то оно есть такое что ну так приятно а частоту задает автор пишущий стихи конечно и смотри слова да слова да насколько насколько важна суть слов написанных ого ого это основа как когда да состояние я тьма да как как оно что заложишь что заложишь вот речь что говоришь что проявляет да да я есть то что что вот произносится вот это ты знаешь у нас соседи на даче любят в выходные дни включить музыку и так с 9 утра до 12 вечера да и там бумц 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 понимаешь он остается в голове и там пусто да и в это время в это время там пустота и в это время туда вот с этим бумц конечно закладывается любая информация это основа гипноза да это состояние засыпания вот оно но ты раскрываешься те бумц бумц да и что тебе пробивается что тебе закладывается Кто-то пришел и сказал, какая новость, посмотри. Пфу, валилось. И все, валилось. И ты уже яро живешь не своей игрой, а какой-то коллективной. Уже бросаешься на человека, зубы сжавшие или дерешься. Что хочешь, да? Все, что угодно. Все, что тебе загрузили, и это будет в твое подсознание. Или опять-таки бумс-бумс-бумс, а в это время ты берешь курить сигареты. И добрые люди, что делают на пачке? Пишут, рак там, этот вот, и пошло-пошло-пошло. А это вообще тебе ввалилось? Это уже ввалилось. А потом, от чего у нас растет статистика рака? Не думаешь, это не влияет. Конечно, не влияет, когда ты не соображаешь, что ты кушаешь. Это то же самое, что ты кушаешь, да? Да, и ты это уже проглотил. И это уже в тебе. И дальше прорастет или не прорастет. И чаще всего прорастает. Потому что, когда ты находишься в трансе, и тебе что-то закинуто в подсознание навсегда прорастает. Если у тебя, ну, образно, да, если у тебя твоя ямка тебе, да, уже переполнена грязью, да? Уже навозик есть, да, почва есть. И сюда пришло еще, и у тебя буквально вот ты раз и через неделю внезапно понимаешь, откуда, да. Или же если у тебя ямка, ну, чуть-чуть, так тогда у тебя во времени отложится. То есть, ну, образно. Ну, эта ямка, она обрастает, обрастает, потому что она не осознается и не чистится, не выводится. Интересно так, да? Вот на образы, на самом деле, по образу и подобию читается настолько легко. Легко. И ложится все легко. Ты знаешь, вот уже последнее время, даже просто глядя на человека, просто там идет человек из толпы, если кто-то интересный выпал, да, ты можешь сказать, какими болезнями он будет болеть? Конечно, или болеет уже. Или уже болеет. Просто без загрузок, без ничего, просто глядя на человека. Да. На то, как он идет, по что он одет. О чем он думает, даже можно подчеркнуть. Вообще легко. А если ты еще с ним парочку слов так перекинулся, вообще ты прочитаешь, как книгу человек. Кстати, насчет парочки слов перекинулся. Я с людьми очень мало общаюсь, и даже если знакомых где-то встречаю, то я стараюсь минимизировать общение. Мне уже бояться. Ну да, ты сразу идешь в атаку. Я просто очевидно, я искренне бумцей говорю человеку, а у человека сразу шок. А я обычно в атаку не хожу, но просто вопрос, например, как дела, да? И у нас в обществе нормально выгрузить тебе все свои неприятности. Да, да. Это считается правилом хорошего тона. А я сразу говорю, а смотри, а это вот потому, и человек начинает стопорить. Меня уже боятся. Потому что я не могу ей сказать. Я тебя перебила. Ну, я не знаю, я обычно не влажу вот так. Ну, я общаюсь просто. Я просто стараюсь, ну, хорошо. Тебе в этом комфортно, комфортно. Я так заканчиваю. Я так заканчиваю. Ну и будь. Да. И даже не это вот, не трачу время. Не трачу время, потому что это выбор человека. То есть, если ты играешь в эту игру, и тебе в ней комфортно, то играй. Да. Тебе Бог ничего не запрещает. Ты в раю и делай, что хочешь. Да, твоя игра абсолютно. Твоя игра. Но при этом, если ты хоть немножечко в эту игру здравого ума, здравого рассудка подкинул, вот такой вот пумц, ну, есть же вероятность, как семечко, ну, есть же вероятность, что это семечко прорастет. Поэтому мне нравится вот это пумц. Ну, она может прорасти, она может в то же самое вырасти. С другой стороны, ты можешь стать тут же врагом человека. Нет, я до такого не добрасываю. Немного, не бросаю много семечки. Я чуть-чуть так пумц, колыхну, Ну, тебе нравится так развлекаться. Я уже замечала. Видишь, мы здесь разные. Мне подход, я людям не мешаю. Что хочешь, то делай. Меня нет. Вот в его реальности нет. И тогда человека в моей реальности нет. Если где-то пересеклись, если тебе нужно, то ты попросишь. А если ты ожидаешь, то ты ничего не получишь. Вот, правильно. Так вот даже когда попросят, иногда, знаешь, так как говорят, ну, вот ты понимаешь, ну, вот как ты считаешь, там, и начинаешь. А я, человек ожидает, конечно, неправ, там, тот же. Или там, а я бунц, показываю бунц, говорю, понимаю, что будет больно, но говорю, ну, вот это вот так. А с этой стороны смотрела? Или там, ну, реакция разная. Ну, ты знаешь, есть еще один момент, который я заметила, это уже в процессе нашей, ну, и работы, и общения с людьми. Если мы направляем внимание на человека, человек поправляется. И если мы направляем внимание, там, в какую-то игру человека, эта игра завершается. А человек в нее играет. Зачем ему мешать? Вот этот момент у меня, он долго осознавался, когда отключился полностью спаситель во мне, оставался момент, вот действительно принятия человека с его потрохами, какой он есть. Я поняла, что я не готова уделять внимание людям. Вот они играют в игру, они ловят кайф, они не просят. Нет смысла вмешиваться и там навязывать свои правила игры. Как бы неуважительные отношения. Знаешь, это что напоминает? Это напоминает, ты пришел на балл Маскарад, да? Ну, и вот тот разрядился петухом, да? А та разрядилась павлином, а этот разрядился свиньей, а этот бараном, да? У каждого своя роль. Они выбрали играть в эту роль. Да, видишь, муравьишки побежали там стадом, труженики бревноволокут. Прекрасно. Ты же не будешь бегать и говорить, у тебя плохой костюм маскарадный, ты не тот костюм одел, ты не туда бревноволочешь, ты сейчас упадешь с этим бревном. Нет, конечно. Нет, конечно, это глупо, да. У тебя классный костюм, тебе нравится волочь бревно, волочи. О, ты с собой целую канализацию волочешь, прекрасно. Вот. В бидоне говницу носишь, прекрасно. Это твое право, да? Не расплескай. Это выбор человека. И при этом мне от этого грустно не становится. Понимаешь, когда вот такое восприятие, наоборот, ты видишь эту всю историю стебной. Ты видишь подоснову, и ты видишь, как стебется Бог, когда вот эта развлекаловка начинается. Да, да, да. И эта развлекаловка под названием «Жизнь». Это игра. Да, и иногда в эту развлекаловку, в этом, бросить что-то, ну, прям кайфую. Мне нравится. Я играю. Не, ну, на бревно, муравьишки что-нибудь положить сверху хочется. Да, вот я прям играю. А просто наблюдать мне не очень интересно. Мне интересно вот именно увидеть сознание. Фу, проявить вспышечку в человеке, искорку увидеть. Вот это мне нравится. Проявление вот это. А просто наблюдать это, ну, интересно. Интереснее искорку. Знаешь, так человек так спотухшим, ну, как я вижу, вот, допустим. Да, человек же это не видит. Человек обычно живет. А ты видишь сознание, а ты ему, пум, иголочку, ну, или какую-нибудь такую искорку, уголечек, и у человека вспышка сознания. Но она тут же у кого-то тухнет, а у кого-то есть так раз, и держится какое-то время. Классно. Какое-то время, видишь. Да, да. Какое-то время. Здесь, конечно. Это, вот это такая ключевая точка. А держится на чем? Опять-таки зацепилась за что? За эго зацепилась. Ну, это как звук. Да, это как, ты знаешь, как звук, как музыка своего рода. Ты вот струнку так, пум, и звук пошел. А ведь можно пум-пум-пум-пум-пум. И музыка, и как дирижер. Вот мне это нравится. И так. Чу-чу-чу. Вот это. Ну, это круто. И музыка пошла. Вот это класс. Красивая музыка. Не мое. Твое, твое. Это твое. Это то, что надо. Именно то, что действительно и есть создание. Не, про создание, да. Но когда, видишь, когда создание, тогда не рассматриваешь балмаскарад. Нет, конечно. Тогда все равно, кто в каком костюме. Да, он так и ж не об этом. Да. А чтобы ты... Тогда персонажи вообще не волнуют. Да, согласна. Но эти персонажи существуют? Не, ну они существуют, но они не в моей реальности существуют. Ты глобально смотришь, в каком направлении идет движение? Какая музыка звучать будет? Ты создаешь ее. Да, ты создаешь ее. В том-то и дело. То есть, что ты ее меняешь. Тут, видишь, музыка заглохла. Костюмчик пошел не тот. Уже приятнее. Ну, видишь, тогда персонажи существуют. У меня я как-то за персонажей не цепляюсь. Ну, тогда жизни не будет существовать. Тогда будет тишина. Ну, может быть, тут такие вопросы. А может быть, интерес поиграться еще. Вот так поиграться. Поучить кого-то. Ну, может, продолжаем? Нет, учить я не об этом. Продолжаем учить людей. Ну, почему мы продолжаем? Мы, да, проводим. Но я не про эту учебу. Учить. Мы делимся. Это наше обучение на все. Своим интересом. Да, именно делимся своим осознанием, своим путем делимся. Практическим опытом. Практическим опытом, да. А чем разум может поделиться еще? Разум может поделиться только опытом, мудростью. Ему больше нечем информацией. Но это информация из опыта. Недавно встретила ролик. Интересный мужик пытался рассказать про уровни сознания. И там были другие названия. Они не отражали суть. Но картинки были очень даже приближенные к теме. То есть до какого-то уровня. А потом пошел бред. Но до какого-то уровня было достаточно такое толковое, правдоподобное. С другой лексикой. И я понимаю, что он, наверное, или с каббалой откуда-то дернул, или, может, из ведических каких-то к них это дело взял. И дальше уже пошел переверанный материал. Поэтому он все так через понимание. Вот здесь должно быть так. Вот здесь должно быть так. Я пролистала так на скорости ролик, посмотрела, думаю, вот эта вот лажа бывает, когда человек умом понимает, но у него нету практического опыта проживания. Он никогда не был в этих состояниях. И он пытается донести, если, ну, выйдет наша книга «Иллюзионист» и «Парадоксальное восприятие». Но ты возьми сложнейшие вещи, умом там возьми, и все, ты профукал возможность. Потому что на самом деле вся схематика, она простая. Это все понимается на раз, два, три. И тут далеко ходить не надо. Возможности ума у человека значительно большие. Но если у тебя нет состояний, если ты это не проживал как опыт, если у тебя не было озарения сознаний, ты профукал свой шанс развития, расширения сознания. Без этого сознание не расширится. И ты будешь искать следующую иллюзию, следующую, следующую, следую, следующую. И ты все равно не вернешься к себе. Ты будешь в этой во внешней игре, потому что в тот момент, когда ты пересказываешь чужие мысли, ты вынес авторитет. Поэтому так и сложно учить инфодайвингу. Вот в переписке пишут люди, у меня было вот это, вот это, вот это в процессе работы, вот как я это могу интерпретировать, да? Подожди, а как ты чувствуешь? Вот так чувствую. А кому ты тогда доверяешь? Себе или нам? Себе. Ну так вот и доверяй себе. И вот каждый раз ты разворачиваешь человека и показываешь, верь в себя. Слушай, что твое подсознание говорит. Не выноси ни на кого. И ответственность ни на кого не выноси. И у тебя будет результат. Он не может тогда не быть. Но до тех пор, пока ты ищешь авторитета, даже в нас, ты уже профукал свой шанс. И это настолько, но тогда это разрушает все бизнес-подходы. Это разрушает все сектантские подходы. Это разрушает вообще понимание, а как вы тогда зарабатывать собираетесь? А как же вы, да, как же вы, как это сказать, как же вы заманите в ловушку, да? Да. Как же? Если все будут это знать, так не будет же, понимаешь, вот это на самом деле... Будет другая игра. Да, кстати, у меня на эту тему был сегодня разговор как раз таки о том, что... А, я услышала, как человек спросил у другого человека что-то, а почему там... А человек говорит, потому что. Я не смогла вставить, не вставить. Говорю, ну, конечно, потому что. И сразу это говорю, это о развитии или о деградации? А человек ведь в это время чувствовал себя умным. Да, да, да. Я говорю, вот оно. То есть я создам себе... Я не отвечу на вопрос, а я скажу, потому что. Для того, чтобы человек построить зависимость от меня, да, у человека, вместо того, чтобы... И это говорю, о чем? О развитии или о деградации? Да. И ты знаешь, так улыбнулись люди. Смотрю, так завесли, улыбнулись. И уже больше не ответят, потому что. Да, уже, уже, ну, кто-то может заботит, а кто-то, да. Уже есть опыт, опекающий. Ведь действительно, потому что, знаешь, так дошло глубоко, ведь действительно. А я еще и сказала, говорю, это вот так вот родители с ребенком, ребенок задает вопрос, а родители говорят, не задавай, или там, потому что там, или что-то, да. Говорю, и что ребенок этот в итоге получает знания? В итоге он в ВАУД хочет идти. Все, он разворачивается, они ничем, перестают, перестают интересоваться. А родители при этом, что получают? В ответку? Зависимость. То есть, от меня, я важна становлюсь, от меня зависит. Он будет у меня спрашивать, и только я знаю, как надо. Смотри, какой вывертыш интересный получается. Ребенок, когда он не получает, он находится во внутреннем мире, рождается во внутреннем мире, он не получает из внешнего мира подтверждения информации, у него недозагрузка, и он тогда отсюда разворачивается во внутренний мир. Теперь смотри, если эту систему взять на следующий шаг, вот человек, который привязан к внешнему миру, и не получает информацию из себя, из психики, он себя не слышит. Либо же он идет, там что-то почувствовал, ой, ощущение, ой, у меня не получается. И так, и разворачивается к внешнему миру, туда, где проще. Как уровнем идет. Шаги, конкретно шаги сознания. Туда, где проще. То есть, паразитарное сознание становится хлоп и прилепилось к сильнейшему, грубо говоря, к тому, где думать не надо, меня здесь погреют. Все, вот так кормушечку. Но насчет паразитарности сознания, ты же вообще можешь наблюдать, если мы посмотрим устройство психики, почему говорят круг сансара. Потому что это как мыльный пузырь психика. Вот она, круг сансары, который имеет достаточно прочную оболочку, за которую выйти достаточно сложно. Но если у тебя получилось выйти в наблюдение и перейти, там дискретность существует, перейти через эту дискретность единого сознания, то ты дальше уже можешь взять следующее расширение. Следующее. Каждый раз и на определенном уровне возникает еще один плотный пузырь. И вот подойти опять к этой оболочке проще. Сознание засыпает, практически в ноль засыпает, и ему проще развернуться и вернуться. Поэтому все эзотерические учения говорят о том, что из круга сансары выйти невозможно. Возможно. Возможно. А все дальнейшие расширения считаются мистически и приписывают святым. Ну, это просто церковь префатизировала. А это были просто люди, которые в какой-то момент вышли за границы. А китайцы вообще там дракона нарисовали на выходе. Говорят, туда не ходи. Ходи роботом-автоматом копать. Вот отсюда и до обеда. А потом от обеда и до сюда закапывать. И без выходных. И вообще с работы домой тебе не надо. Тебе есть будочка, в которой ты можешь заснуть, залезть, заснуть, поспать и утром проснуться опять. Ну, и где-то там на два часика когда-то раз в месяц съездить домой. Да. Так вот в Китае так? Да. Да-да-да. Полностью роботизация. А вот смотри, родители с ребенком, вот смотри, на самом деле ребенок он задает вопросы. Родитель отвечает на какие может он отвечает, на какие не может он увиливать начинает. Вот таким же потому что или там что-то ерунду задаешь, я занят. Да, и ребенок то есть он где-то получает ответ, а где-то он просто получает такую пробочку. Бунт, заткнули его, бунт, заткнули. А при этом смотри, а ведь если родитель осознает, что он и искренне, да, это ведь эго родителя закрывает, чтобы я ж не выглядел, я же родитель, я же должен знать, а я не знаю, поэтому я прикроюсь, я занят там, или не задавай глупых вопросов, да, прикрывает свою пустоту родитель. А вместо этого, если бы был благодарен ребенку, осознавал благодарность, ребенок задает вопрос, а ты понимаешь, что ты не знаешь ответа, скажи искренне, слушай, давай правду, над этим вопросом, поищем ответ. Идет развитие двоих. Да. В искренности и в равности, не с позиции власти, я родитель, сиди молчи, не задавай мне вопросы, да, а в равных идет развитие, красивая дружба, вот это любовь, это и есть красивое развитие сознания, не о деградации тогда. Да. Вот оно, а ведь это эго затыкает рот, да, а когда ты открыт, когда ты искренен, то у тебя есть благодарность, во-первых, это будет тогда, когда ты осознаешь, это будет благодарность не только к ребенку, это будет благодарность вообще со всем людям, с которыми ты общаешься, да. Мало того, людям, ко всем ситуациям, в которые ты попадаешь или которые тебя окружают, и вот это уже развитие, и вот это уже развитие. Ведь только эго закрывает тебе ротик, не ротик, закрывает твои возможности. Ну и что, у эго есть еще одна сторона. Через эго можно полностью перепрограммировать человек. Конечно. Полностью. То есть это, по сути дела, базовое программное обеспечение личности. Конечно. Ты можешь сменить программное обеспечение у человека. Потому что эго и ум это автоматические программы. Но если у ума там наполнение связано с интеллектом еще и где-то может простреливать в разум, да, периодически, то... Потому что он посредник. Да, он посредник между разумом и эго. То эго это чистое программное обеспечение. Чистый, ну, пузырь, мыльный пузырь. Мыльный пузырь, да. Но в нем заложены программы личности, диск личности. В нем заложена, знаешь, что на самом деле красота, разноцветие. Но... Да. Но когда ты это разноцветие заваливаешь, то оно сужается, сужается, сужается. То оно, да. Оно перестает сиять, оно начинает раздуваться или оно начинает сжиматься. То есть уже акцент идет вот на... Игра на эго. И смерть, и смерть, кстати, сейчас, я это просто сейчас осознаю, связано с эго, привязано к эго. Блин, четко. Программы старения привязаны к эго. Да, да, четко. Причем программы старения настолько привязаны к личности и к убеждениям, и физическое тело с эго очень сильно коррелирует. То есть на физическом теле отражаются программы эго, и эго, оно под физическое тело, под генетическую информацию идет, формируется. То есть тут взаимные такие интересные штуки, поэтому и можно по человеку по внешненности говорить о его программном обеспечении. Там та же физиогномика выдает очень даже неплохие такие информационные штуки общие, которые просто на системном опыте основаны, которые говорят, что это будет так, у человека это так, это так. Но при этом лучше все-таки брать через инфодайвинг, через чувства, и ты тогда в яблочко будешь бить, и тогда у человека можно менять любую программу. И иногда заменив программное обеспечение в диске личности или просто гармонизировав, то очень круто помогаешь здоровью человека. То есть реально, вот смотри, даже наши первые результаты, которые были по аутизму, они были на чем? На работе эго, ум, решение. Просто убрали блокировочки и пошла информация заполнять эти структуры. И были результаты. И были результаты, самые первые, которые были. то есть, казалось бы, самая примитивная работа, которая сейчас, ну, кстати, мы ее и сейчас выполняем, но уже в конце, как настроечную. Не первую, как тогда делали, а наоборот уже, когда снес информацию, а дальше настроечную информацию выставляешь. А тогда это выдавало невероятные результаты. А теперь смотри, психология, психотерапия. Даже путаница в определениях. Казалось бы, это же основа. Это вообще первый вход в психику. Это табличка на двери, да? Ты еще дверь не открыла, табличку ты смотришь. Вот табличка на двери. Где остановилась психология, психотерапия от двери? Так вот, здесь и остановилась, где табличка. Где табличка, дальше не ходили. Все, нет. А дальше только фантазия. Где там высшее я? И у всех разные определения. У всех разные определения. И смотришь на это и понимаешь, блин, как же здесь надо наводить порядок. Это концепция того, то это концепция того. А как эго не позволяет, не позволяет наводить порядок? Есть важность, есть люди, а вы до них ссылались, а вы, да? Ну, точно так же и ум. У муж надо, чтобы было побольше мусора, чтобы было за что цепляться. Пазлов, надо картинку разорвать на мельчайшее количество пазликов, и тогда можно будет эти мельчайшие как-то пытаться состыковывать, и это будет очень круто. И, возможно, можно будет выложить другую картинку. Но уже столько картинок выложено однотипных. А сейчас, кстати, это уже и просто очевидно становится. Психологи одну и ту же информацию выдают в разных обертках, продают под разными соусами. И каждый раз это выдаётся за уникальность, за новшество, ещё за что-то. И ты понимаешь, но это же не рабочая информация. Она же не выдаст результата. Зачем? Это обман. Но это есть. Мало того, ты очень часто видишь, что психолог это произносит, сам психолог произносит это на автомате. То есть, как автомат. Машина произносит речь. Да. Не осознавая. То есть, вот, знаешь, как титры, идут титры, и он просто вот читает, читает, и он даже не думает. Он робот-автомат, который по-написанному. Да. И не позволяет выйти себе и другим за рамки. Заглянуть за заборчик. Всё-таки структура эго, она одна из самых важных, и она, мы не просто так её называли обязательной к изучению. Угу. Без неё ничего нет. Это, по сути дела, это такой же мир, только в маленьком масштабе, как и вся психика. Да. Это маленький дубляж, вот маленький дубляж в рамках вот этой личности, одной личности. И без этой структуры, без работы с ней, без её осознания нет движения вперёд, нет развития. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...